Ребята, привет! Меня реально прет от той информации, которую я узнал буквально недавно и которой в русскоязычном интернете нет вообще нигде. Только представьте себе, сегодня вы узнаете, как снимать бесконечно, что может дать человеку переезд, какие три самых главных совета может дать вам фотограф по имени Эрик Абас. Ребят, давайте на чистоту. Все западные фотографы снимают круто только потому, что они уже родились на западе и воспитаны той самой культурой. Но наш сегодняшний герой родился как будто бы даже не на западе, скорее на севере, в городе Тронхейн, который находится в Норвегии. И как говорит сам Эрик, это всего лишь точка на радаре в самой Норвегии. До 22 лет он жил в Тронхейн и в принципе его все устраивало. Как тут незапно он познакомился с фотографией и всего за три месяца решился переехать изучать фотографию в Сан-Франциско, в Университет искусств. Вот как описывает свои переживания на тот момент сам Эрик. Я хорошо помню день, когда я переехал в США для изучения фотографии. Я пролетал ночью над заливом и видел бесконечное количество огней за окном. Мне было 22 года и я ощущал себя ребенком, запуганным этим количеством огней и тем, что именно они освещали. С периодом в США Эрик начинает обучение в Университете искусств Сан-Франциско. И вот сейчас, внимание, 4 года обучения фотографии в университете. Затем 3 года стажировки Джиму Эриксону, его величайшему наставнику, как он говорит сам. Затем 4 года борьбы как фотограф. Нам всем это знакомо. То состояние, когда ты борешься сам с собой, не знаешь, что тебе интересно, что тебе снимать. То, что ты делаешь, тебе не нравится. И ты уже готов бросить все, что ты наснимал до этого и заняться чем-то абсолютно другим. Но именно в этот момент одну из его статей начинает публиковать Communication Art. И это приносит ему ту самую известность. Он находит свой фирменный стиль. И как говорит сам Эрик, его мировоззрение изменилось from taking picture to making picture. Захвата обычных изображений повседневности к созданию тех изображений, которые появлялись в его голове. И все эти 10 лет ушли на то, чтобы в итоге он мог снимать вот так. Кстати, больше фотографий этого гениального автора вы сможете найти в моей группе в ссылках в описании. Внимательный зритель наверняка скажет, что все эти изображения это чистой воды Photoshop. Да, Photoshop. Но давайте будем говорить правильно и скорее это не Photoshop, а Composing. Метод создания финальной картинки из дополнительных изображений. В данном случае Photoshop выступает лишь в роли инструмента, с помощью которого можно получить то самое готовое изображение. Кстати, давайте представим, что именно этот вопрос, а не Photoshop ли это, мы задаем самому Эрику. Для меня Photoshop стал большим расширением в создании изображений и в том, как именно я делаю фотографии. Поэтому я думаю, он играет большую роль во всем процессе. Для меня это путь к тому, чтобы объединять разные элементы в одно изображение. Тем самым позволяя создавать ту картинку, которая была бы чем-то гораздо большим, чем просто фотография. Таким образом, использование современных методов обработки фотографии – это большое благо для творческого фотографа, с помощью которого он может напихать в свою фотографию всего, что пришло ему в голову. И именно на этом примере можем очень четко увидеть ту самую крылатую фразу, что художник добавляет в свою картину все, что захочет, а фотограф наоборот, убирает из кадра все, что ему не нравится. Вуаля! Надо сказать, что такой изобразительный язык, который выбрал Эрик, к которому он пришел на протяжении всех этих 10 лет, пришелся по вкусу очень многим. Например, вот список его наград, и вот список компаний, с которыми он сотрудничал. Внушает! Еще раз повторюсь, что фотошоп – это всего лишь инструмент, который позволяет добиться своего уникального стиля. Кстати, опять же, говоря о стиле, давайте спросим, что для самого Эрика является его фирменным стилем, как он его описывает. Это мягкая, тихая, романтичная фотография. Скорее, это отражение меня самого, кто я есть и моего воспитания. Я пытаюсь создать спокойное чувство красоты, чувство бодрости и движения вперед. Я хочу, чтобы изображения чувствовались реальными, даже если они составлены из множества других картинок. Самый разумный вопрос, который возникает у творческого зрителя – это как он смог прийти к такому фирменному стилю. Ну что ж, здесь начинается самое интересное. Я хочу, чтобы… Я introduced this thing I call remerse memories, и я думаю, что это quickest way к нам. Если вы хотите взять фотографию, чтобы вы уехали, что вы уехали, что это только для нас. Не просто стоя там и возьмите фотографию, но просто спросите, что это нравится для вас? When you look at it, what does it make you feel like? Is it lonely? Is it quiet? Is it prerogative? Is it awe-inspiring? And then think, how do I make an awe-inspiring picture? If this landscape has that feeling and that quality to you, how do I bring that back into the photograph? So I think that's the easiest and quickest way to add emotion to it. And then you set the color tonality and the feel and the frame according to those reverse memories. This for me is the juicy part, the really essential part of photography. And it's what I wanted to bring more of into my pictures too. Yeah. And I think if you take that emotional tool into your pictures, there's no end to what you could photograph. And this is also very interesting. If this method worked for Eric, it certainly worked for someone else. Would you like this one? There's a great story about Arnold Newman. that was sent to Germany to photograph this factory owner that made a lot of weapons. And he said to Time Magazine that I can't photograph this guy, he's the devil to me. And he said, well, go photograph him like the devil. And it's this super famous photograph of this guy, lit from the side with deep shadows and has this big nose. And you see the factory going like this in the background. So you have to bring yourself, you know, like that to the pictures. It's not cold, right? To experience such emotions. And what if we go further and imagine that all the feelings that the photographer experienced we can see in his photos. Early in my career I shot a lot of older men. And it was, I didn't know it then, but now looking back at what I've been shooting throughout my career, I grew up without a father. And that was an obvious now longing, you know, for that father figure. So I went and shot that because somehow I was sort of craving that in my life, right? And then I got into a phase with a lot more fashion photography and being drawn to finding some partner in life, right? And I shot all these women. Now that I have that in my life, you know, I realized that it wasn't just because I got a girlfriend, but the progression there. Now I shoot portraits. I want to connect more with people and stuff, right? So there's, my life stages have been reflected through my pictures and what I do too. So it's not just the hair touch. It's also who you are and the things you go through. For sure. Yeah, that's perfect. I'm bringing it back to what we said. The camera looks both ways, right? Right? Yeah. That's right. That's right. Мне очень понравилась эта фраза про камеру, которая снимает в обоих направлениях. Никто не снимет так, как вы, потому что второго вас просто не существует. А этот фотограф мне нравится все больше и больше только потому, что он не боится показать то, что у него внутри. Окей, Эрик, давай финалочку. Мне нужно три самых главных совета, как снимать ч-ч-ч-ч, которые я мог бы хоть сегодня применить на свои фотографические скиллы. Давай. Во-первых, вам нужно помнить, что нужно быть уникальным. Во-вторых, вам нужно знать, что вся эта уникальность вовсе не создается на компьютере во время обработки изображения. Вы достигаете ее через познание самого себя, через обучение способности видеть свет. И, конечно же, благодаря поиску эмоциональной связи с объектами, которые вы фотографируете. Это те вещи, которые не происходят лишь на компьютере. Вы лишь захватываете их с помощью камеры, а в дальнейшем только можете усилить эти ощущения от ваших картинок на постобработке. Но этот процесс поиска уникальности никогда не стартует только лишь во время обработки. Если вы настоящий фотограф, то вы должны искать эмоциональную связь и ваш личный визуальный стиль и уникальность в том числе на самой съемке. И, наконец, вспомните о составлении плана и постановке целей. Если вы хотите прийти к успеху, то вам нельзя просто бесцельно дрейфовать. Выясните, кто те люди или клиенты, с которыми вы хотите работать. Вырвайте маркетинговый план и начните работать над ним. Это была краткая, весьма очень супер краткая история Эрика Алмаса. Я надеюсь, что вас это побудет узнать о нем немного больше. Да, там, конечно, вся информация на английском, но когда нас это останавливало. Ну а в следующем выпуске мы с вами подробненько разберем парочку фотографий Эрика, посмотрим, как создаются эти изображения в фотошопе, на что снимает Эрик, какое он использует оборудование. И чтобы не пропустить все это, ребята, подписывайтесь на канал. Чтобы первыми узнавать о новых видео, ставьте колокольчик и увидимся с вами в следующем выпуске. Фотограф ваш, Олег Ивсельев. Пока!